Девушки отдыхают Девушки отдыхают Тамара Семенова прожила в браке 40 лет После смерти супруга выяснилось, что она не единственная наследница Муж все эти годы скрывал, что у него есть вторая семья И теперь в квартире пенсионерки поселились совершенно чужие люди Ответчик предупреждал вас, чтобы вы вернули все эти фонари родителям или уничтожили? Ответчик у нас говорили Почему? Я вам сказал, верните мне, я сам уничтожу, что после того, как они запаливали А вы мне что сказали? Игрушки Вы завидуете мне Артем Волохов привез деревенским друзьям из Таиланда воздушные фонарики От них и загорелся дом дедушки Артема Но погорелец считает, что во всем виноват приятель его внука Истец Ирина Назарова подает иск об определении места жительства своих несовершеннолетних детей по местожительству матери Ответчик Евгений Назаров иск не признает И считает, что дети должны жить с тем, кто их воспитал Открыто слушание дела Вам слово Здравствуйте, меня зовут Назарцева Ирина Сергеевна Я хотела бы заявить иск о проживании несовершеннолетних детей вместе со мной Понятно Прокурор в зале Спасибо органы опеки На всякий случай, если будут вопросы Ну давайте продолжайте Ваша честь, полгода назад я разошлась с своим мужем И вторичнее вышла замуж Ну так как до этого я уехала из Москвы И мы на протяжении 6 лет не жили совместно То есть я только обеспечивала своего мужа Ну вообще я обеспечивала своих детей Но и пришлось как бы вместе с детьми в нагрузку обеспечивать своего мужа Так как он инвалид Обеспечивать чем? Материально обеспечивать Он инвалид, понимаете Он по настоящее время не работал В данный момент я нашла достаточно состоятельного человека Вышла за него замуж И теперь этот состоятельный человек обеспечивает вас, а вы своего мужа Ну до недавнего времени, да, это так и было Теперь я хочу забрать детей к себе То есть я их забрала, но мой муж не хочет, чтобы дети проживали со мной Он уперся, как баран в новые ворота И хочет, чтобы дети жили с ним Так они жили со мной Ваша честь, поймите Я как мать, я хочу дать им не только материнскую любовь Но и материальное благосостояние Мой муж готов, что обеспечивает не только меня, но и моих детей В данный момент у детей есть все Элитная школа, няня То есть они могут вместе со мной позволить себе Ну и без меня могут позволить себе путешествовать по стране, ездить куда-то Вы понимаете, Ваша честь Даже здоровье наших детей Если будут они проживать совместно Будет не в надежных руках Потому что, когда мы жили с ответчиком То есть у нас был у ребенка аппендицит Нужна была операция Ну и так как я не очень доверяю И вы сами поймите, небольшой городок Я не очень доверяю врачам Там нету таких квалифицированных специалистов Я сказала, что нужно сделать операцию в платной поликлинике Операция стоит не так дорого 400 долларов На что мой муж сказал, что у нас нету денег И мы можем сделать эту операцию в обычной поликлинике Многие люди так делают Понятно Значит, скажите мне Во-первых, в поликлинике операции, конечно, не делаются Но теперь объясняйте мне Сколько времени сейчас дети живут с Вами? В ближайшие полгода Вот последние полгода дети живут со мной Но если они живут с Вами Зачем же Вы тогда заявляете о том, чтобы определить место жительства с Вами детей? Потому что мой муж настоятельно, постоянно настраивает детей Постоянно звонит и угрожает, что он их заберет Я хочу, чтобы это было по закону Чтобы это было уже четко утверждено, что дети Вы хотите, чтобы Ваш бывший муж своих детей не забирал от Вас? Нет, ни в коем случае Я согласна, чтобы какое-то время они проводили у него Но он не хочет договариваться Вы понимаете? Скажите мне, а сколько лет Вашим детям? Дочери 7 лет, Алисе А моему сыну 12 Так, а дети здесь? Да В судебном заседании? Да Понятно А почему дети до вот этого времени полугодового Жили с Вашим бывшим мужем? Потому что когда мы остались вдвоем без работы Получилось так, что он инвалид Он не может работать полноценно И мы договорились, что я уеду в Москву на заработки И буду как бы из Москвы посылать им деньги Вот Работала я практически день и ночь Понятно Претензии к Вашему мужу, как к отцу детей имеются? Нет Ну а если претензий-то нет Ну может быть на самом деле детям лучше жить с отцом? Ваша честь, Вы никогда не были в глубинке Вы должны понимать, что такое глубинка Глубинка это основа государства Нет, Вы поймите меня, может быть это основа государства Но я хочу для своих детей большего Понимаете? Я хочу, чтобы они получили достойное образование Чтобы у них было все Ваша честь, каждый родитель стремится к этому Материальные блага, это очень Это дают многое в жизни Ну это не основа Понимаете? Нет, подожди секундочку Какая не основа? Основа всего это сейчас деньги Деньги, основа всего? Ирина Сергеевна Практически всегда Я хочу выяснить Кому дети более привязаны? К Вам или к Вашему бывшему мужу? К отцу? Мой сын, это однозначно, это мой ребенок Ну то есть я говорю то, что Мой сын очень привязан к новому отцу И ко мне Но Но дочь, вот под влиянием отца Она конечно остается Он очень на нее сильно влияет Он названивает ей Однажды она убежала из дома Вы понимаете? Человек не думает даже о здоровье своего ребенка Не дай бог, она попала бы куда-нибудь Я ее воспитываю Я ее воспитываю 6 лет, моя честь Какое влияние Я беспокоился ребенке Я хочу, чтобы Вы мне объяснили Ваша жена, бывшая, сказала, что Вы инвалид Это соответствует действительности? Да, у меня вот и справка есть Передайте все документы от ССА и ответчика суду Вы хотите, чтобы дети проживали с Вами? Так они и жили со мной, естественно Ваша честь, Вы меня извините Тут получается такая ситуация Он не только инвалид физически Он, Вы меня извините, измени меня, Женя Но он инвалид морально Потому что, понимаете, все это время Вот последнее время он, да, действительно занялся чем-то Но все это время он существовал только на мои деньги Они жили с детьми только на том, что я присылаю Достаточно, Вы все время говорите о деньгах Это немаловажно Но помимо денег существуют другие факторы Которые суд хочет выяснить Я понимаю Стойте, молчите, достаточно Подожди пока, помолчи Евгений Петрович Да Итак, на какие деньги Вы собираетесь воспитывать, содержать детей Давать им образование Смотрите, я Освоил надуманную работу Во-первых, я занимаюсь версткой газеты Ну почему ты раньше этого не делал? Подожди ты, замолчи, я занимаюсь версткой газеты Вы мешаете Судебному заседанию Понимаете или нет? Да, извините Вас Мы выясняем сейчас истину Для того, чтобы понять Где детям лучше Продолжайте Помолчи пока Я занимаюсь версткой газеты Помимо этого Я совершенствую освоил фотошоп То есть я работаю дома На компьютере Ваши доходы месячные? Вот Месячный доход у меня около 30 тысяч получается Это говорит только о том, что я не посылаю тебе Помолчи ты ради бога Около 30 тысяч у меня получается Какую сумму Вам пересылала ежемесячно Ваша жена На содержание детей и вас? Ну Когда дети проживали у вас И как долго это было? Ну это было 6 лет Ну там поменьше выходило Вам по разному прислали Сколько зарабатывала? Ну все-таки в среднем Вот именно Сколько зарабатывала Все отсылала Сама жила практически впроголость А ты сидел дома И вот сейчас Можно я скажу? Вопрос стал только Ну слушайте Я удалю вас сейчас из зала Извините Ваша честь То есть вашей дочери что? Даже года не было Когда жена уехала? Ей был год Когда я Вы понимаете просто Какие доходы вам обеспечивала жена? Ну она взяла поменьше Иногда столько же В основном меньше чем 30 тысяч Сколько я сейчас зарабатываю в месяц Я понял И этого вам вполне хватало? Для города Энгельса этого в принципе достаточно Понятно Продолжайте Как вы жили расскажите Ну вот смотри Часто ли приезжала мать к детям? Она приезжала очень редко Очень редко Только я приезжала тогда Когда могла приехать Когда я не работала Что за базар тут устроила? Так Судебный пристав Удалите пожалуйста Из сайзала Будем рассматривать вопрос Ваши отсутствия Извините пожалуйста Я больше не буду Будете молчать Нет нет Я не буду Пререкаться Извините пожалуйста Стойте и молчите Представьте ситуацию Год ребенку Девочке Да И сыну там 6 лет было Когда я с ними Острался один У меня проблемы С опорно-двигательным аппаратом То есть они знают Что я прикованный Сейчас когда я работаю За компьютером У меня проблем нет Куда я сижу Меня ничего не беспокоит В то время Я водил детей в школу В садик Я готовил Убирал То есть я выполнял В принципе те же функции Какие функции должна Выполнять заботливая мать Я занимался этим один У нас нету бабушки Нету дедушки Никаких родственников Которые могли бы помочь У нас нету То есть все это Выполнял я один Это была повзаимная договоренность С женой? Вы договорились с ней Что она поедет в Москву На заработки Понятно У меня к вам еще один вопрос Евгений Петрович Да Вот ваша жена Бывшая Сказала что Дочь сбежала Из Это вообще очень интересный факт Москвы к вам Интересно Интересно То что он ее настроил Он знаете сколько ей названий Бедная девочка Вы помните или не помните? Извините ваше честь Ну сколько раз Вы слов не понимаете? Извините ваше честь Я ей действительно звоню Я интересуюсь Как у нее дела Что там с дочерью? По-моему очередный факт Что она меня любит Потому что она выросла со мной Она мать свою не помнит Если честно Про побег меня интересует История Она уехала ко мне на поезде Да ее там сняли Вот Так она как потом отнеслась Она просто ее избила За это И пригрозила Что она ее убьет Если она еще раз ко мне поедет Это очевидные факты Это вот Я не знаю Может быть это и есть воспитание Когда мать бьет детей Я никогда их не то что не бил Я грубого слова им не сказал Вы еще увидите Их приведут Как они воспитаны Как они одеты То есть в принципе Как бы я смог их обеспечить Понятно Вы как считаете Какое образование Вы и сможете ли вы дать Правильнее сказать так Сможете ли вы В вашем городе Как вот жена выражается В глубинке Дать детям достойное образование Естественно Я им и даю образование И что в глубинке живут Какие-то инопланетяне Там живут нормальные Живые люди Ваша честь Вот поймите Одну вещь Что мы с ней договорились Что она поедет В Москву Зарабатывать деньги Чтобы обеспечить Нас в принципе Своих детей На самом деле Получается что Как вы видите Она поехала Найти мужика Там побогаче Ваша честь Можно я скажу Достаточно Я вас Слышал уже И в принципе У нее это получилось Теперь она нашла мужика Побогаче Это голословное обвинение Она хочет детей Забрать к себе Она заманивает их шмотками Да естественно Сыну очень интересно Когда ему дают Новые спортивные костюмы Там катают на машине А дочери А дочери Дочь она ее вообще Не знает как мать Она ее даже не помнит Год был ребенку Когда мать уехала Знаете что Я хочу Все таки Выслушать точку зрения Детей Для того чтобы Принять решение Вы не возражаете Если я Нет Опрошу детей А вы Не возражаете Пригласите пожалуйста Детей в зал Так здравствуйте Как вас зовут Скажите мне Назаров Владимир Евгеньевич 12 лет Володя могу я вас называть Володя А вот сейчас Разрешается вопрос О том Где вам жить Вы Хотели бы жить С мамой Или с папой Я хочу сказать то Что хотел бы жить В Москве С мамой И дядей Пашей Мне нравится В Москве У дяди Паши Есть хорошая машина Новая И каждую неделю Мы на этой машине Ездим к нам на дачу И на даче У нас есть Хорошая собака Дрессированная Ненастоящая Невецкая овчарка От элитных производителей Не то что у папы во дворе Дворняга То есть папа не может обеспечить Такую хорошую жизнь С хорошей машиной С элитной Дворнягой Нет Или элитной овчаркой Да? Я конечно благодарен отцу за все Но мне кажется Что мама может дать больше Дядя Паша Мне купил Новейший компьютер Раньше В городе Энгельсе Я вообще Вот не мог Хорошо одеваться Все смеялись Надо мной Тыкали в меня Пальцами Да и сейчас Если сравнивать Меня Я был деревенщиной Я понял Володя Спасибо Ну давайте Спросим вас Как вас зовут? Алиса Евгения Алиса? Да Алиса А вы хотели бы где жить? Я хотела жить с папой Почему? Потому что папа со мной играет Одевает меня Одевает, играет А что сейчас с мамой Всего этого нет? Мама не играет, не одевает? Нет А кто же вас одевает И играет? Какую она кашу хоть любит? Мама ничего этого не знает Я не знаю только потому Что в это время я работала Алиса? Когда я с мамой была Тогда я убежала к папе А мама меня нашла И ударила два раза по щеке Так Ну а жить-то где ты хочешь, Алиса? С папой С папой Понятно Суд удаляется Для принятия решения Прошу всех встать Далее в программе Невозможно войти Ни в туалет, ни в ванную Вы знаете, что они мне обещали? Животных моих убить Кота убить И собаку отравить Кошмар Олег Корольков получил в наследство комнату Но не может там нормально жить Соседка объявила его семье настоящую войну Она запрещает пользоваться плитой Не пускает в туалет И натравливает на маленького ребенка собаку Ответчик предупреждал вас Чтобы вы вернули все эти фонари Родители Мы или уничтожили? Ответчик у нас говорливый Почему? Я вам сказал Верните мне Я сам уничтожу Что после того, как они запаливали А вы мне что сказали? Игрушки Вы завидуете мне Местные жители спасли свою деревню От лесного пожара Беда пришла к Владлену Волохову От сына дачника Василий Рожков поджег сосну Которая в 10 минут превратила дом Волохова в пепелище Оценивая все доказательства Которые были собраны по делу Пришел к выводу Что детям в данном случае Лучше проживать с мамой И вашей дочери И вашему сыну Разбивать семью Разбивать брата и сестру Для того, чтобы они жили отдельно Я считаю нецелесообразно Лучше потому, что больше денег, да? Я считаю, что в данном случае Пользы будет больше Вашей дочери Вместе с мамой Вы, как отец Имеете право воспитывать детей Вы имеете право приезжать Без ограничения времени Вкладывают свой труд В свои силы Но разбивать семью Разбивать детей Чтобы они жили В разных местах Это неправильно Я принял это решение Руководствовать своим Внутренним убеждением Слушание, дело окончено Решение суда Иск удовлетворить Истец Тамара Семенова Предъявляет иск Об определении порядка посещения Мест общего пользования В коммунальной квартире Ответчик Олег Корольков С иском не согласен Слушание, дело открыто Я Семенова Тамара Юрьевна Предъявляю иск Об определении правил Пользования Мест общественного пользования Ну туалета, ванны, кухни В своей двухкомнатной квартире Вот я составила график И хотела бы, чтобы вы ознакомились С этим графиком Пользование туалетом? Да, не только туалетом Передайте мне график Ваша честь Я всю жизнь прожила в Москве 40 лет с мужем Жили в любви и дружбе Жили в отдельной двухкомнатной квартире Ну, квартира принадлежала На правах собственности мужа Я вроде и на долю не претендовала Потому что у нас наследников не было Бог детей не дал И два года назад Муж умер, царство ему небесное И вдруг Через какое-то время Объявляется наследник Вот он, он Явился, не запылился Оказывается Будучи в командировке Мой муж Связался с какой-то бабой Рязанской Пожалуйста, следите за речи свою Это все-таки мать моя Так Сидели бы в своей Рязани Картошку сажали По-вашему Рязани деревня, что ли? Это индустриальный город Не знаю Объявился Наследник С этого момента Моя жизнь превратилась в ад Я два года по судам ходила Чтобы право свое использовать Жить в собственной спальне Ему досталась маленькая комната Ну так, если бы он туда приехал один Он туда привел и мать свою И жену И ребенка Ваш сейчас димник было оставить Житья просто невозможная Они смерти моя хотят Приближает ее Невозможно существовать Мать вонючими духами пользуется Жена лаком для волос Вы представляете, что было неделю назад? Выхожу я в коридор А там паровозик Едет и я Как балерина Растянулась в шпагаде Господи Меня потом целую неделю собирали Вон сколько я Денег истратила на лекарства Вот все здесь справки Ну невозможно войти Ни в туалет Ни в ванную Вы знаете, что они мне обещали? Животных моих убить Кота убить И собаку отравить Кошмар А это же мои Самое дорогое, что у меня осталось Вообще Пришлось мне свой гарнитур импортный Половину продать Потому что они свою рухлить Впихнули в кухню И пользуются машинкой Машиной моей стиральной Ну просто невыносимо Ужасные Самая дорогая память О моем любимом муже Они мне вообще свели на нет 40 лет Коту подходит Тамара Юрьевна Я понимаю, что Жить в коммунальной квартире После того, когда вы Всю жизнь прожили в отдельной Очень тяжело Может быть имеет смысл Каким-то образом Приобрести отдельную квартиру Для себя У меня средств таких нет Вот он молодой Пусть в своей Рязани работает Мать у него есть Пусть помогает И покупает квартиру А меня бы оставили они в покое Невозможно просто Понятно Ваша честь, можно мне сказать? Можно Ваша честь Ну я в принципе полностью согласен С Тамарой Юрьевной Я такие спектакли Каждый день вижу дома В общем расскажу по порядку Ваша честь Детство было тяжелое Денег не было Отца не было Точнее он был Но приезжал три раза в год Три-два раза в год Подарит подарок Попьет чайку И до свидания Ищи свящи Тут два года назад Отец умер И по закону Мне достается половина квартиры А почему половина Это квартиры? Но в любом случае Завещания не было? Не было Почему? Но в любом случае Тогда вам должно достаться Не меньше двух третей Мне досталась Большая комната Большая Но я эту комнату Отсудила по суду По закону А ему досталась маленькая Отец меня признал Я являюсь сыном И поэтому я претендую На половину площади Ну ладно В прошлом суде Тамара Юрьевна Отсудила себе большую комнату Ладно я согласен Но ведь она начала Притеснять нас И этого оказалось мало Она придумала Какой-то график Пользования туалетом Точнее общественными Местами общественного доступа Понимаете? Это нужно ходить По ее графику в туалет Мы не согласны были Поэтому написали свой график Я скажу больше Доходило даже до абсурда Как только кому-нибудь из нас Приспичит туалет По необъясним причин Тамара Юрьевна Тоже нужно в туалет Начинает стучать Устраивать скандалы Истерику Но это смешно Никакие скандалы я не устраивала Я просила свое Еще я хочу сказать Что у нее живет Огромная собака Шотландская Коля Понимаете? Это она бегает По всей квартире Везде шерсть А у моего ребенка Аллергия Понимаете? Вот у меня даже имеется справка Просто ребенок задыхается А к Коле Такой аллергии нет Во-первых А во-вторых Ну собака Она же тоже выросла Вы понимаете? Что эта собака Впрочем так же Как и сама Тамара Юрьевна Привыкли жить В этой квартире отдельной Я понимаю И как вы говорите Шастать по всей квартире Там где им И тогда И там где захочется Ваша честь Я понимаю Что собака Это животное Которое там жило Но понимаете Все таки можно Как-то ее приручить Заново Чтобы она хотя бы В комнате находилась Как это можно Приучить заново Ну понимаете Ребенок задыхается Ваша честь Как это же можно Решить эти вопросы Как? Предложение какое? Предложение? Да Чтобы она держала Ее в своей комнате Допустим С аллергией справились Да Но есть кошка Которая Так же За много лет Не приучена Ходить даже в туалет Она гадит везде Понимаете? В ботинки Передайте мне Пожалуйста Документы на собственность Дайте все документы Передайте Там ваш честь Значит ты Будьте добры Сначала вы Вы объясните А потом вы Свои предложения Как вы Предлагаете Пользоваться ванной Туалетом Я уже написала Свой график И вам передала Ну вы озвучите Озвучите ведь Ответчик не знает Каждые полчаса Что каждые полчаса? Я претендую На туалет и ванну Вам нужно Каждые полчаса Да Пользоваться ванной Туалетом Ну да Ваша честь Я объясню это так Ситуация Поскольку у нас Прописана сеть Члены семьи То мы платим За каждого человека Коммунальные услуги Более того Там прилагается расписка Что мы даже за электроэнергию Платим Четыре пятых А как же они пользуются Моей стиральной машиной? Так и должны пользоваться Местами общественного доступа Она же просит Половину времени Понимаете? В моем графике написано Что первые 15 минут Раз уж дошло до такого абсурда Пользуется Татьяна Юрьевна Первые 15 минут Каждого часа Остальное время Моя семья Как вы относитесь к этому предложению? Я свои предложения написала В соответствии с документами Елена Юрьевна Одну четверть вы Имею право Вот как теперь нам Разобраться в этой ситуации? По жизни вы три четвертых Она одну четвертую А по праву Собственности Она наоборот Все должно Давайте-ка свидетеля Сейчас будем Выслушаем Потом будем принимать решение Свидетель ответчика Пройдите Здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут? Королькова Татьяна Петровна Татьяна Петровна Вы знакомы С Олегом Борисовичем? Да Это мой сын И сын моего Бори Понятно Ну и Значит Соответственно Тамарю Юрьевну Вы тоже знаете Да? Ну куда ж не знать Она Вы знаете Она нам просто Травит жизнь Это невыносимо Тамара Юрьевна Да Приехала в Рязань И травит вам в Рязани жизнь? Мой сын Имеет полное право Там жить Но не в таких условиях Как вот она нам создала А может быть Вы вспомните о том Как вы рожали ребенка От ее мужа? А? Ну она же не родила ребенка Вот причем я Что она не родила ребенка У них там и любви-то не было Нам Бог не дал ребенка Но мы жили В любви И в дружбе Да здесь любовь И с детьми было Дорожая моя А к тебе в Рязань ездил? Не знаю А когда? Как? Потому что она ее пилила Всю жизнь Он когда приезжал ко мне Боря Говорит пили Это не имеет отношения К делу Я не хочу этого слушать Так он что же приезжал ко мне? Я вам верю Что он приезжал И что появился ребенок Вы скажите по существу Значит здесь сейчас Рассматривается вопрос О порядке пользования Туалетом И ванной комнатой Мы тоже имеем полное право Пользоваться вашей частью И туалетом И ванной А вот она например Не разрешает нам Она поставит на комфорку Все позаставит А нам даже есть не на чем сварить Нам надо ребенка купать Я вам знаете что хочу сказать? Нам надо Татьяна Петровна Татьяна Петровна Я вам хочу сказать Что в соответствии с решением суда Вашей семье Ну конкретно вашему сыну Но вашей семье Принадлежит 1,4 часть этой квартиры Эта 1,4 часть является Меньшей площадью Чем та комната Которую вы занимаете Да мы и так занимаем там Комнатушечку четверо человек И занимаем маленькую комнатушечку Нас даже на балкон она не пускает Ну вы не хотите меня слушать Какое ваше дело? Вы не согласны с предложением От Тамары Юрьевны? Ответчик Вы не согласны? Вы настаиваете на своем? Настаиваю на своем, Астане Суд удаляется Для принятия решения Прошу всех встать Далее в программе Ответчик предупреждал вас Чтобы вы вернули все эти фонари Родителям или уничтожили Ответчик у нас говорливый Почему? Я вам сказал Верните мне Я сам уничтожу Что после того Когда они запаливали А вы мне что сказали? И бабушки Вы завидуете мне Артем Волохов привез деревенским друзьям Из Таиланда воздушные фонарики От них и загорелся дом дедушки Артема Но погорелец считает Что во всем виноват приятель его внука В соответствии с моим выводом Вы будете пользоваться Местами общего пользования Одинаковое количество времени Первые 30 минут каждого часа будете пользоваться вы Вторые 30 минут каждого часа будете пользоваться вы А собака может проживать в этой квартире На тех же основаниях На которых она проживала и ранее Решение суда Иск удовлетворить частично Истец Владлен Волохов требует возмещения материального ущерба На сумму 56 тысяч рублей за сгоревшую часть дома и сарай Законный представитель ответчика Николай Рожков и его малолетний сын против иска возражают Слушайте, дело открыто Я Волохов Владлен Иванович Подаю иск на возмещение мне материального ущерба в сумме 56 тысяч рублей Ваша честь Все это произошло по вине ответчика Вернее его сына У меня сгорел дом Понимаете, этим летом у нас было введено чрезвычайное положение Вы знаете, наверное, эту историю с пожарами Но мы с мужиками отстояли свою деревню У нас семь домов всего Мы низовой пожар погасили, как бы Но все равно бдили вокруг деревни И вот до смешного один мой дом пострадал Можно я покажу на схеме? Конечно Вот наша деревня Алексеевка А мой дом как бы на пригорке стоит Он рядом с лесом Вот сарай Вот посмотрите, какой дом Вот эта вот веранда, вот она, вот она вся сгорела И сарай сгорел Сарай стоит вот здесь Его не видно Вот Все дошло сгорело Прекрасный сарай Два кубометра дров Инвертарь был там Вот Потом, значит, как все произошло? Да Ну, в ночь на 12 августа Так Мы с мужиками караулили Я был вот там вот за домом, ближе к лесу Ближе к лесу Вдруг вижу, загорелась сосна вот эта вот Сосна загорелась Я тут же побежал Стал звать внука своего Потом вижу, сосна падает на сарай Все дотла Все, сарай вспыхнул, как спичка Сами понимаете Сухой, хороший сарай Прекрасный сарай А рядом с сосной стоит вот этот вот Парень Мерзавец это, а не парень Слова-то выбирай, а, мужик А что выбирать мне слова? Выбирай слова, говорю Имущество моё пострадало Смотрите, ваш честь Я могу вам предъявить документы Не трезвый, что пришел, смотрю Сарай, это шумный, как доски Понимаете, ваш честь Огонь не сам страшный Самый страшный, это дачники Которые приезжают к нам в деревню И ведут себя просто по-хамски Но это невозможно совершенно Да он-то мне мужики помогли потушить Потому что все вроде как на карауле были С баграми, с ведрами пришли У нас вот мошка, речка Рыбы-то, конечно, там уже нет Но вода осталась Затушили быстро, мужики Хорошо, хоть вода осталась Знаете, какие караси были Вот, вот такие караси Еще года три назад мы таскали оттуда Все, все еще Ну, слава богу, затушили Ну, вот я теперь предъявляю иск Иск на сумму 56 тысяч рублей Вот у меня есть А побольше никак? Смета на восстановление Значит, 13 тысяч стройматериалы Тринадцать триста И, значит, тридцать девять работы Понимаете, в связи с пожарами Сейчас все строительные бригады Ведь очень дорого Ну, ты бы еще сто пятьдесят Сто пятьдесят бы написал А сколько мне писать? У меня имущество пропало Это имущество за вашего внука пропало Это хорошо, что и мужики потушили А то бы я по миру пошел Просто пошел бы по миру Мужики, а кто тушил? Да я-то не присутствовал при этом Я тебе помогал даже Владлен Иванович А какое имеет отношение К этому сына-ответчика? Так я же говорю Когда я прибежал У него горящий сосну Вот этот вот мерзавец Стоял там И смотрел Как это все дело происходит Значит, Владлен Иванович Я вынужден сделать вам замечание Перед вами стоят Не мерзавцы и негодяи А перед вами стоят ответчик И его отец Вернее, его сын Который представляет Интересы малолетнего Понятно? Да, Ваша честь Поэтому будьте добры Подбирайте слова Вот этот мальчик стоял И смотрел Как горит мой сарай Ну а что же он может сделать? Он же ведь не может тушить-то После того, как мужики прибежали И затушили все Я вызвал милицию Но милиция не стала возбуждать дел И все списала вот на пожары А пожарные приехали? Да, есть пожарные Но тогда МЧС должны были составить акт Да, все есть Могу передать документы на дом Передайте все документы Почему загорелся дом? Как установила экспертиза? Заключение какое? Он признали невиновным моего сына Это все доказано А при чем здесь ваш сын? Ну, когда он обвиняет его А как по-другому? Нет, я все обсказал, как был на самом деле Виновным можно будет признать Знать только в рамках возбужденного Либо уголовного дела Либо административного Ему нет еще Несовершеннолетний Поэтому решили Ну, так понятно Чего с него взять? А вот с отца я хочу взять деньги Чтобы восстановить Денег в роднях Молодой человек Молодой человек Как вас зовут? Василий Рожков Василий Я вас попрошу Вы стойте и молчите, ладно? Когда взрослые разговаривают Вы должны Уважительно относиться К возрасту К положению Понимаете, Василий? Вот все они такие Помолчите Здесь начинают поступать Что сделал молодой человек Для того, чтобы загорелось Ваше имущество? Понимаете, он поджигал фонарь китайский Так называемый И запалил сосну Которая упала на сарай В экспертизе есть это все Что поджигал Я это прочитал Именно Понятно Таким образом, вы считаете, что Виновным в поджоге И в уничтожении вашего имущества Является малолетний Сын ответчика Так точно, Ваша честь И хочу истребовать Истребовать деньги За ремонт И восстановление 56 тысяч рублей Я вижу, что вы представили документы Которые подтверждают Эту сумму Ну что произошло? Давайте мы сначала Василия выслушаем У меня был друг Я подружился с Артемом Внуком Иса Да, это мой Он Он Позже Отдыхал Отдыхал в Таиланде С родителями И привез оттуда Штук 13 Китайских фонариков А что это такое? Больше, больше, наверное, даже Что такое Китайские фонарики? Китайский фонарик? Ну это такой Я просто продемонстрирую Пока у меня сына разговаривает Вот видите, это такая вещь Она очень большая В него даже Вот этот мужик залезет Даже полностью в ней И он утверждает Что мой сын Поджег вот эту штуку Запустил на дерево Одному такое невозможно Да вообще, бред какой-то А что, ее надо поджигать Для того, чтобы она улетела? Да, вот она из меня порвана Потому что эту вещь я забрал У них уже один раз Здесь есть специальные проволоки Натянутые И есть кольцо С определенным там вложением Которое зажигается При этом, как Дымом наполняется Да, наполняется Она поднимается вверх Это очень красиво Это все Но это воздушный шар получается Ваша честь Это он здесь, как рассказывает Помолчили Он пришел ко мне на ход Дора Да, пришел на дачу И начал учить меня жить Что дарить детям Вот И, причем пришел Пивом Перебивает, ваша честь Пивом пришел И мы подрались Понятно Ну, молодой человек Каким пивом я пришел Что ты милец такой Да ты там лежал уже Пьяный Только дайте пиво И делай, что пьес Непрерывно Пошли, понаехали Давайте Давайте мы послушаем Все-таки Младенцы Ну, давай Помолчи, говорю Владлен Иванович Как я сказал У меня есть друг Артем Уточните фамилию Волохов мы Артем Волохов Он привез С таланда Фонарики И предложим Нас их запускать Предложим Кстати Не сказав Что нужно было Для того, чтобы Фонарик полетел Нужно его держать Двум-трех человеком Да Один поджигает Мы уже пробовали Поджигать днем Надо пробовать Сколько раз говорил уже Пробуют они Больше, больше Но папа нас Помолчи Он свое получит Так И Артем мне сказал Ночью Чтобы красиво было Да Вася А кто поджигал-то Вот этот фонарик От которого загорелось Потом Поджигал Темка Потому что он Подобно дедушке Курит А у него есть зажигалка Городские Дедушка снабжает На зажигалке Курит на пару Нас было четверо Гриша Некрасов И Вашка Селеверстов Я и Тема Там был Паршивец Но в экспертизе Указано Что именно Василий поджег То есть ты А потому что Меня Артем Подговорил Ему скоро Выдадут паспорт Через полтора месяца Так И у него Будет много Проблем А он мне Сказал То что у меня Проблем Совсем не будет Совершеннолетие Что у него И непосредственно Это когда он Подговорил вас Когда поджигал Или когда Ну когда следствие Было уже заведено А понятно То есть ты Вину взял на себя Ничего там не брал Правильно Мальчик испугался Скажем так Вину на себя Ну подождите Ну давайте Мальчика спросим Меня подговорил Артем Ну рассказывай Все как было Я думаю что Деньги с меня С моего папы Никто брать не будет Оказалось вот так А тут я хочу Сказать всю правду Ну давайте Давайте теперь Мы все таки С вами определимся Как с представителем Вашего сына Фонари то Откуда взялись Фонари взялись Я вам объясню ситуацию Во первых Я уже словил их Первый раз Когда Артем Вот его внук Запускали Вот такую штуку Когда только привезли Я их словил Я увидел Что они зажигают Что-то непонятное Я посмотрел Это все Полностью Забрал у них Разогнал их Пришел К этому Неадекватному человеку Потом объясню почему Прихожу Объяснил ему С пивом Я говорю Ну какая разница Ну пусть с пивом даже Я пришел Объяснил Что эти штуки Надо забрать У него 14 штук Это он на всю деревню Что-то приготовил Каждому по дому что ли Я ему сказал Заберите У внука Это все По две на дом Да По две на дом даже Но он как неадекватно говорил Я уже Как сказать Обыскал все Что у него там было Нашел что возможно Уничтожил это все Потому что Извините меня Когда что-то творилось По России Когда горели Кругом деревни А играть с огнем Потому что дети Не понимают этого Хотя они видят Что родители Занимаются этим Все что возможно Я уничтожил Я не знал Что это Что там что-то осталось Я в принципе Спрашивал У Исса Он мне говорил Да это игрушки Что там такого-то У вас таких нет Вы завидуете Надо детей Говорит Лелеять Говорит Холить Достаточно Теперь к вам вопрос Откуда взялись Вот эти фонарики Для поджигания На самом деле Внуку моему Мои Молодые Привезли из Таиланда Вы понимали Что это Тем более В нынешней ситуации Которая была летом Особо опасные предметы И нельзя доверять детям Эти предметы Чтоб даже не видели Они их Да игрушки Какие игрушки Из-за этой игрушки Ваш дом сгорел Игрушки Доигрались А теперь в суд приходите И требуете Возмещения вреда А что же мне теперь делать Имущество За внуком следить было И вот эти штуки Ответчик Предупреждал вас Чтобы вы вернули Все эти фонари Родители Мы или уничтожили Ответчик у нас Говорливый Почему я вам сказал Верните мне Я сам уничтожу Что после того Как они запаливали А вы мне что сказали Игрушки Вы завидуете мне Что ли вам завидовать Суд удаляется Для принятия решения Прошу всех встать Судом установлено Что на самом деле Эта пристройка К дому была Уничтожена В результате Неосторожных действий Малолетнего сына Ответчика По этому основанию И в соответствии С законом Вы обязаны Будете возместить Вред Который Причинен Виновными действиями Однако Судом Также установлено Что Вы Истец Явились Фактически Причиной Вот этого Возгорания Сосны Потому что В результате Ваших Безответственных Действий Дети Играли Фактически С огнем Поэтому Опять таки Руководствуясь Законом Учитывая вашу Вину Как потерпевшего Я уменьшаю Размер Взыскиваемый С ответчика Суммы До 30 тысяч Рублей Решение суда Иск удовлетворить Частично Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова